В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! В тесноте, да и в обиде. Этой осенью на финишную прямую вышел затяжной конфликт между жителями трех домов, что на проспекте Кирова и бизнесменами, которым приглянулась земля перед многоэтажками. Судебные процессы, которые стартовали ровно год назад, имеют все шансы завершиться уже в октябре. На кону, по сути, будущее проспекта Кирова и от того, на чью сторону встанет Фемида, зависит, чему здесь быть – бульваром, газоном и детской площадке или грандиозной стройке. Если здесь проходят какие-то соревнования между детишек, у нас даже есть куда посадить болельщиков. Вот сколько площадок сделано, нигде не предусмотрено трибуны. Это по просьбе жителей сделали, спецпроект. Трибуна для зрителей, спортивное поле, уютная детская площадка. Этим жителям еще недавно завидовала вся округа. Здесь одними из первых в городе выиграли конкурс «Двор, в котором мы живем». Но теперь все усилия, боятся люди, могут погибнуть под ковшом эскалатора. Если вот так вот будет стоять дом, то работать техника где-то должна. То есть вот эта вот горка, вот это все, это все будет сломано, это все будет снесено. Ее, может, аккуратно снимут, куда-то перенесут, но дело в том, что двор-то всего этого лишится. Сюда ведь вложены бюджетные деньги, а бюджетные деньги – это деньги народа. Мы решили так, что когда они начнут что-то копать, они будут днем копать, и мы ночью закапывать будем. Только таким образом. Это противостояние началось еще в 2004-м. Тогда четыре земельных участка отдали в аренду компании «Гальфстрим». Постановление номер 987 от 14 апреля для жителей, под чьими окнами должны были вырасти небоскребы, стало как объявление о начале затяжной войны за спокойную жизнь. Когда здесь собирались как раз огораживать территорию для застройки. И тогда жильцы собрали полторы тысячи подписей, то есть участвовали наши девятиэтажные, пятиэтажные дома, которые лишатся солнца, если здесь поставят 16-этажные монстры. Они должны идти от тротуара, значит, угол дома должен доходить до лоджии на первом этаже и прикрывать. Вот этот дом стоит, 383-й. Это фотографии сделаны с крыши 379-го дома. Вот так вот должен стоять дом. Должны быть подземные паркинги, должна быть на этой территории площадка для выгулу собак и плюс еще для отдыха жильцов. Где все это разместить? Строители успели здесь только поставить бетонный забор. Дорогу кирпичным монстрам перекрыли публичные слушания. Жители не раз собирали подписи и высказывались против, но услышали их лишь после того, как в городе сменилась власть и сам подход к застройке. В прошлом году этой земле дома присвоила статус рекреационной зоны, то есть зоны парков и бульваров, где нельзя ничего возводить. Но строители не были готовы вот так просто расстаться с лаковым куском и в надежде на реванш обратились в арбитраж. При этом судится за спорную территорию уже не фирма «Гальфстрим», а контора под названием «Искдом», которой она передала право на участок. Все эти земельные манипуляции крайне не понравились областной прокуратуре. И она тоже вмешалась в процесс. Данные договора, дополнительные соглашения являются незаконными и подлежат признанию недействительными. Поскольку в соответствии с законом заключение договоров аренды возможно только после проведения аукциона. Аукцион не проводился, тем самым было нарушено право других юридических лиц, организаций, которые могли бы претендовать на эти земельные участки. Если надзорному ведомству удастся отстоять свою позицию в суде вопрос о точечной застройке, на проспекте Кирова автоматически будет снят с повестки дня. Но пока прогнозы для жителей неутешительные. На этой неделе прозвенел тревожный звонок. Один из четырех исков прокуратура проиграла. И хотя силовики намерены оспорить это решение, настроение у людей испортилось. Вот такая красота и вот попробуйте все это уничтожить. В доме очень много пенсионеров, ветеранов отечественной войны, тружеников тыла, вот как я. Я труженик тыла, да? Что мы видели? Да еще и сейчас не дадут нам спокойную старость провести. Где-то выйти отдохнуть. Да наш дом рухнет, если... А я уже говорила, да. ...как включаться к нашим коммуникациям. В результате этого что получится? Коллапс. Да? Если здесь сейчас построить 16-этажные дома, вот напор их канализации, он будет сильнее, чем напор вот с этих домов идти. И он будет идти всегда по прямой, как говорится. А вот их стоки, они будут подпираться, и колодцы всегда будут стоять на подпоре, и вся вода будет в подвалах. А дома прошли через капитальный ремонт. Сюда вложены большие средства бюджетные. И, конечно, не хотелось бы... То есть, наоборот, хотелось бы, чтобы эти дома простояли как можно дольше. Наверное, просто здесь люди увидели, что наши дома находятся в капитальном ремонте, что территория не заброшенная, как они показывали, обращались в суд, что территория заброшенная, захламлена. Вот. Такого никогда не было. Мы ухаживаем за этой территорией. Кстати, вот этот вот дом, 379-й, он имеет небольшой крен на вот сюда, на проспект Кирова. Небольшой крен, но он уже имеет. Если сейчас начнется строительство, вот эти пласты, они начнется с движения, подвижка. Кто знает, куда он накренется дальше? Знают ли об этих подводных камнях строители и каковы их аргументы, неизвестно. Телефоны, указанные на сайте компании, либо отключены, либо хронически не отвечают. Если верить данным, не раз опубликованным в СМИ, 90% уставного капитала фирмы «Дом» принадлежит Эдуарду Шматкову, известному как бенефициар группы строительных компаний «Град». Запрос в эту компанию я отправил в начале минувшей недели. Если у господина Шматкова возникнет желание объяснить позицию фирмы «Дом», я готова выслушать. И в любом случае буду следить за процессом в арбитраже. Между тем, эксперты и жители, настроенные бороться до победного конца, не понимают столь настойчивой погони за длинным рублем. Сегодня 13-й микрорайон и все практически кварталы застройки, именно Кировский промышленный район не имеет пешеходных зон. А сейчас, если мы поставим еще 4 здесь коробки, 17-этажки, плюс инфраструктура автомобильных парковок тоже не отработана. То есть это будет социальное напряжение. Это напряжение, и это уже с 4-го года длится, было проведено 3 или 4 публичных слушаний по этому вопросу при смене ПЗЗ, правил застройки и землепользования. И всегда от 500 до 1000 человек голосовали против застройки. Фирме «Дом» и всем другим, кто как бы сопричастен к этим процессам, они должны посмотреть внимательно, А стоит ли вот эта бессмысленная, бездарная война с жителями Самары за какой-то процент сверхприбыли? Дума, город, прокуратура областная, они все на стороне жителей. Есть шансы у них или нет шансов? Мы считаем, что у них шансов нет. Они считают, что у них шансы есть. У них есть деньги, возможно, у них есть шансы. У нас денег нет, поэтому, возможно, у нас шансов меньше. Но все-таки мы надеемся на такой здравый ум и, как говорится, честность наших самарских арбитражных судей. И мы надеемся, что проспект Кирова останется вот в том виде, в каком мы его сейчас лицезреем. Ненадежная крыша. Еще одна нехорошая история, которую я припасла на финал, тоже о противостоянии не менее беспощадным, чем предыдущее, но более бессмысленном. Народ против своего слуги. Или наоборот, выводы делайте сами. От любви до ненависти героев этого скандала разделил не один шаг, а 10 метров. 17, 18, 19, 20, 21, 22 шага. 22 шага, то есть взрослому человеку просто пройти к своему офису. Тем не менее, нет, он настаивает на том, что он должен заехать сюда на машине. Председатель ТСЖ «Лайнер-1» Наталья Гармаш рассказывает, эти бетонные плиты не тротуар, а крыши гаражей, которые принадлежат жильцам веренного ей дома. Именно этот небольшой квадрат и стал камнем преткновения. Здесь, по словам Гармаш, стали парковаться сотрудники фирмы, что расположилось на первом этаже. Последствия не заставили себя ждать. Сейчас вся влага, вы видите эти лужи, тем более, что дожди были не такие сильные, ливневые. Но тем не менее, лужи стоят, вода всегда найдет куда-то дорогу и находит она куда? В гараже. На стенах гаража красноречивая плесень и разводы. Электричество здесь отключили. Мало ли что, помещение пустует, хозяин гаража не решается ставить сюда машину. Но для тех, кто там, наверху, все это не аргумент. Когда дом застраивался, то одно из офисных помещений было приобретено родственницей депутата губернанской думы нашей Самарской Дмитрия Северкина. Вот здесь была организована фирма «Бизнес-доктор». И арендаторы этой фирмы, гости, тот же Дмитрий Вадимович, они приезжали сюда, ставили машину на кровлю, в результате чего, вы можете обратить внимание, что кровля пришла в негодность. Как вы будете доказать, что это именно их автомобили разрушили? Дело в том, что у нас есть акты после заключения экспертной организации, которая сказала, что здесь пустотелы, плиты, и этого делать нельзя. Вот, было решение общее собрание, которое запретило это делать. Было составлено несколько актов, когда уже после решения собрания машины здесь стояли, там по три, по четыре машины. Аргументы в споре были исчерпаны, и в ТСЖ приступили к действиям. Этим летом здесь отремонтировали пандус, который позволял въезжать на крышу. И теперь это сделать невозможно, мешает ступенька. Машины фирмы теперь стоят там, где положено, и вот тут-то и началось самое интересное. В дом зачастили проверки. Может быть, простое совпадение? Но глава ТСЖ убеждена, случайность – это лишь частный случай закономерности. Как мы наблюдаем, сейчас вместо того, чтобы заниматься делами области, теми делами, которые действительно нужны горожанам, Дмитрий Вадимович использует свой административный ресурс. К нам пришел инспектор и сказал о том, что поступила жалоба от фирмы, которая находится здесь, в этом офисном помещении, что якобы мы нарушили какие-то пожарные нормы, и теперь ТСЖ будет оштрафовано. Фирмы надзора – это единственная пока структура, которая к вам наведалась, или еще есть какие-то звоночки? Был еще письмо в пожарный надзор, и инспектор сказал, здесь нет никакого нарушения, то есть это просто придумки, это просто повод, не знаю, насолить, напакостить. Дом 268, что на братьев Коростылевых, был возведен еще 10 лет назад, но до сих пор пока официально не введен в эксплуатацию. У застройщик фирмы «Содействие» кинуло сотни дольщиков в Самаре, и жители этой многоэтажки не исключение. Обманутым дольщикам пришлось доплачивать, чтобы самим все довести до ума. Шло время, требования ужесточались, в том числе и к пожарной безопасности. И чтобы к ней не придралась ни одна проверка, людям вновь нужно скинуться. На 18 миллионов рублей, то есть с квартиры в 40 квадратных метров, заплатить придется 80 тысяч. У людей просто нет таких денег, понимаете? Наш дом постарел на 10 лет, люди стали старше те же на эти 10 лет, многие из них стали пенсионерами, и для них это просто неподъемные деньги. У нас живут обычные люди, абсолютно обычные. Поэтому мы и обращались. Я писала, только в Организацию Объединенных Наций я не писала. Это просто бумага, бумага. То есть вот ребенок родился, у него должно быть свидетельство о рождении. А этот вот большой ребенок, ему 10 лет уже этому дому, то есть он до сих пор просто без вот этого документа. И нас будут наказывать именно за это, за то, что мы живем в доме, который не сдан в эксплуатацию. В нашей вины здесь абсолютно нет никакой. На этой неделе ТСЖ уже оштрафовали на 20 тысяч рублей. Обмунсмен Ирина Скупова советует жителям опротестовать это решение, поскольку считает его несправедливым. Что же вы 10 лет назад не обращали на это внимания? Вместо того, чтобы помогать людям разрешить проблемы, им создают просто новые, это ужасно, несправедливые ситуации. Пока не готовы подтверждать взаимосвязь коммерческих структур с депутатом. Но выступает должностное лицо, здесь нужное внимание органов власти. Вот сейчас мы создали, вернее, Дума, депутаты проголосовали за введение новой должности вице-губернатора по противодействию коррупции. Но что такое использование должностного положения в личных целях, как не коррупция? Это же не обязательно взятки, это не обязательно откаты, это именно использование административного ресурса. Так ли это на самом деле, или депутат Дмитрий Северкин стал жертвой наветов, я решила выяснить у него лично. Но откровенничать на камеру народный слуга категорически отказался. Не знаю, о чем вы говорите. А коммерческая структура бизнес-доктор, она имеет к вам какое-то отношение? Никакого отношения, пока не имеет. Пока не имеет, а будет иметь? Видимо, да. Почему? Когда она станет ко мне и имеет отношение, тогда объясню, почему. А на сегодняшний день никакого отношения ко мне она не имеет, никаких жалоб я никому не написал. С парковкой на крыше гаража она имеет к вам какое-то отношение? Нет, пока нет. Но будет? Пока нет. Но будет? Я могу, если выключить камеру, вам объяснить, почему я вам. Ну, без камеры... Да, да, ну тогда забирайте сами. Подробности разговора без свидетелей, который у меня состоялся с Дмитрием Вадимовичем, передать не могу, но лично у меня сложилось впечатление, что ТСЖ предстоят нелегкие времена. Пусть Дмитрий Вадимович, пускай он не имеет юридические отношения к этой истории, но мы живем в городе, в котором все друг друга знают, и пускай это не оформлено правовыми отношениями, но он так или иначе задействован в этой истории. Он депутат, а власть должна не разъединять, а объединять людей, и лучше бы все-таки услышать доводы различных сторон и найти какой-то разумный вариант разрешения этой ситуации. Потому что можно, конечно, пытаться возродить духовность в обществе путем запретов всего и вся, но согласитесь, что не это повышает моральность, не добавляет это. Добавляет моральность и просто нормальной жизни, соучастие в решении проблем рядовых граждан. Вот я и предлагаю депутату Северкину в этом поучаствовать. И с своей стороны тоже, разумеется, готова. Я бы искренне посоветовала Дмитрию Вадимовичу направить свою кипучую энергию не на борьбу со строптивым ТСЖ, которое, по сути дела, по его щелчку или не преклонило колени, а на самом деле быть настоящим избранником самарских людей и защищать их интересы. Надеюсь, что именно так и будет. Ведь перед Богом и законом все равны. И члены ТСЖ, и депутаты. Буду следить за этой историей. А на сегодня все. Пишите, звоните, жалуйтесь. Разберемся вместе. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин